Центр управления полетами в подмосковном Королёве. Глаза и уши каждого старта на Байконуре. Взаимодействовать с космодромом перед запуском ракеты-носителя с кораблём «Союз МС-03» специалисты ЦУП начали ещё накануне сегодняшней ночи. Именно сюда передавалась вся телеметрическая информация с космического аппарата Олега Новицкого. После выведения на орбиту и до стыковки с МКС здесь будут полностью отвечать за безопасность экипажа. Баллистики Центра управления полетами задолго до старта просчитали самую выгодную траекторию выведения «Союза» на орбиту. Они же определяли дату и время пуска. За шесть часов до старта, как и на Байконуре, по видеосвязи инженеры и техники следили за подготовкой корабля, контролировали заправку ракеты-носителя. Медики получали данные о состоянии здоровья экипажа. На экране Центра управления полетами можно было и увидеть экипаж. Трансляция из «Союза» также велась онлайн. Как раз в эти кадры особенно пристально вглядывались родственники космонавтов. За Олега Новицкого здесь переживала жена Юлия, которая осталась дома с полугодовалой Маргаритой. Кстати, дочку ей удалось уложить спать только перед стартом. Знаете, она сегодня очень много капризничала почему-то у нас. Весь день она очень плохо спала. И здесь в супе она несколько раз просыпалась. Но вот прямо непосредственно перед стартом она уснула и дала нам посмотреть старт. Девять минут в напряжении выдохнуть группа поддержки космонавтов смогла только после того, как отделилась третья ступень ракеты-носителя и «Союз» пошел на первый орбитный виток. За два дня «Союз» сделает 34 полетных витка. Пять из них будут глухими. У экипажа не будет связи с землей. Все это время специалисты вместе с космонавтами будут проверять механизированные системы и режимы полета корабля. Землей, конечно, автоматикой бортовой экипаж будет помогать. Но это необходимая мера, чтобы убедиться, что корабль во всех режимах функционирует должным образом. По словам специалистов Центра управления полетами, за эти двое суток у экипажа будет время и на отдых, когда корабль перейдет на орбиту фазирования, проще говоря, ляжет на курс МКС. Тогда космонавты смогут снять скафандры и поспать. Сближение корабля «Союз МС-03» с Международной космической станцией и причаливание к ее модулю «Рассвет» будет проходить в автоматическом режиме. Контролировать процесс будут специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Здесь же, в СУПе, в Королеве, стыковка корабля со станцией намечена на 20 ноября на час ноль две ночи по московскому времени. Светлана Корольская, Светлана Чевдарь, Наши новости, Королев, Московская область.